Привет, мои дорогие коллеги-самостройщики! Сегодня суббота и сегодня снова строительный день. Но есть одна большая проблема, которая случилась. Это зима. А так как наш дом пока не имеет отопления, зимой мы, конечно же, не строим. Если вас интересует что-то именно по прошедшему тому периоду, вы, конечно, задавайте вопросы. Я с удовольствием расскажу в комментариях. В этом году в моих планах отделка. Я хочу штукатурить дом и, конечно же, делать это все своими руками. Сначала я думал, что чего торопиться, начнем все дело весной. В принципе, за май я успею подготовиться и так далее. Но когда я начал все просчитывать, что мне нужно будет в этом году на строительство, я просто офигел, ребята. Клей для пеноблога я хочу купить прямо вот сейчас, потому что он идет по выгодной цене. Зима вот сейчас никому не нужен и цена на него падает. Поэтому всем советую, друзья, я уже не раз это говорил в своих видео, покупайте строительные материалы зимой. Я сейчас еду на стройку для того, чтобы взять прицеп. Прицеп одеваем, едем с вами в магазин. Пока я возьму 20 мешков, это 500 килограммов. У меня такой прицеп, он советский, он может выдержать. Я хочу штукатурить дом на штукатурных маяках. Я изучал много вариантов. Это и струнные маяки, нержавейка, да, вот эти металлические маяки. Все это я посмотрел, просчитал. И я принял решение, что я все-таки хочу на штукатурных маяках сразу штукатурить дом, для того, чтобы просто, просто не заморачиваться с выдергиванием, потом с лишней этой всей шпатлевкой, короче, сразу делать по-нормальному, по-человечески. Буду пробовать все-таки на штукатурных маяках. Вот. Поэтому сегодня у нас в программе с вами, друзья, сейчас есть в магазин, заберем клей. И сегодня мы должны еще сделать с вами станок для штукатурных маяков. Все, вперед! Еще немного, да? Это собака, а? Штукатурить я хочу попробовать простым накидным ковшом. Я понимаю, что квадратура моего дома, она предполагает приобретение какого-то промышленного оборудования. Может быть, я возьму хоппер-ковш, вот этот, который сейчас все рекламируют с компрессором. Посмотрим. Вот эта дорога, о которой я говорю, она крайне тяжелая, особенно летом, потому что она вся в кочках, и по ней ехать просто страшно. Но вот даже сейчас вы можете увидеть, посмотрите, вы видите этот тоннель, да? А самый прикол, что когда ты едешь летом, листочки грузовики выбивают квадратом таким, и ты прям едешь по тоннелю. Это так офигенски просто, ну, это реально классно. Единственная беда, что в этом парке, который закрыт от солнца, нифига не видно кочек, и ешь, ешь, и да-да, то есть наслаждаться пейзажами у тебя совершенно не получается. Вот смотрите, тоннельчик такой, да, прям, прям кайфовый, прям крутой тоннель. У вас в глазах, я уверен, застыл не мой вопрос. Что это вообще происходит, и нафига он нам все это рассказывает, какие у нас сегодня вообще, зачем мы это смотрим? Ребятки, сегодня вы все это смотрите, кому не интересно, вот этот весь мой. Да, вот еще наша Россия тоже, к сожалению, она такая. Ну, не все в нашей власти, мы стараемся не нарушать. Кому не интересно, все это болтология, которую я произвожу на свет, вы просто перематывайте в конец ролика, там я хочу показать такой станочек для изготовления штукатурных маяков. Сейчас эту всю беду привезу с магазина, разгружусь, и поедем с вами в гараж делать этот небольшой мини-станок. Я думаю, вы уже поняли, о чем я. Он удобен не только для того, чтобы наносить штукатурный раствор на маяки, но он еще и кайфовый для того, чтобы работать с любыми плоскими материалами. Ну, давайте не будем забегать вперед. Да, вот эти друзья, варики, да, неплохие, интересные. Вот, подумываю о том, чтобы вот использовать что-нибудь типа вот такого кирпича, вот видите, персик, да, ну, вкупе он с шоколадным. Но, блин, мне не нравится, как они углы обыгрывают. Как-то это по-дешмански. Мне кажется, смотрится, нет, смотрится классно, конечно, ровненько все под этот. Но вот честно, то ли из-за монтажников, то ли, короче, я вот лично, когда проезжаю такой дом, чаще всего я вижу прям эти панели, как они собраны. Может, правда, косячат сами сборщики, обычно же не нанимаешь для этого, ребят, там ничего сложного, хочешь это сделать сам, наверное, вот в этом плане и ошибка. Не знаю, не знаю, ничего не буду говорить против самозастройщиков, потому что сам таким являюсь. Ну, мы приехали в магазик, пойдемте, купим. Ну, вот, друзья, теперь нам надо все это вот оттуда, все это вот сюда. На самом деле это весело, работа просто... Работа просто огонь, ребятушки. Бери больше, кидай дальше. Зачем мне два высших образования экономиста и фоу-маркетолога? Не знаю. Таскали все наверх, 20 мешков, все как надо. И теперь мы переходим с вами к вопросу станка. Рассказывать подробно пока я не буду, потом я схему выложу, если кому будет интересно. Сейчас вы просто можете понаблюдать, как я буду это делать. Я взял профиль 30 на 20 и с него я буду пилить пока заготовки. Потом останется сварить все это и скрутить в кучу. Все. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, ну мы закончили, а теперь презентация. Я немножко не успел сделать вторую часть станка, но вы уже можете по-первых понять, какой принцип работы у этой конструкции. Ну смотрите. Значит смысл очень простой. Вот здесь поставил еще дополнительный ограничитель. Можно насверлить под разные размеры. Внизу пришлось еще сделать такую штуку, потому что я немного тупанул. Ну все уже поняли эту фигу, да? В чем собственно ошибка? Так, смысл какой? Вот у меня будет провило. Как я уже говорил, я буду штукатурить по штукатурным маякам, как они делаются. То есть устанавливается провило, сюда намазывается раствор. Потом это мы берем и на стену приклеиваем. Вот, для того, чтобы мне это провило удобно держать было, собственно говоря, для этого этот станок у него будет с этой стороны и с той. Фишка его в том, что он захватывает, когда опускаешь. Там шататься она не будет. Вот, она хоп и схватила крепко. Хоп и захватила. Все. То есть взял, тыкс и зафиксировал. И можно так зафиксировать любое полотно, какое вам необходимо. Будет сделана еще вторая штука и, собственно говоря, покрашена и пользовано в дальнейшем строительстве. Я думаю, мне она пригодится не только в этих работах, но и в столярных, каких-то там рубанкам работать и так далее. Вот эту нижнюю планку я сделал для того, чтобы можно было увеличивать конструкцию и, собственно говоря, фиксировать сюда большее сечение бруса. Вот. Можно эту штуку убрать будет и потом вставлять сюда и плахи 50-ки и все что угодно. Вот. Вот такая вот конструкция, вот такое вот крепление. По-моему, получилось неплохо. Пару спойлеров сразу заброшу. Я начинаю очень длинную, долгую тему. Штукатурка дома. Это будет специальный плейлист, то есть он будет иногда всплывать, этот вопрос, когда я буду его касаться, потому что до весны еще много другой работы. Поэтому в плейлисте будет прям тема штукатурка стен цементным раствором или как я там назову, не знаю пока. Вот. И смотрите по плейлистам, так вам будет проще. Потому что, например, вот я хочу сейчас снять серию первую буквально на днях о том, как я начинаю сам процесс. После этого мне привезут софиты и карнизы, и я буду еще карнизы делать. Это уже, конечно, не войдет в основную эту тему. Это уже будет тема просто, ну, в общем, списки на канале. Поэтому просто в плейлисты заглядывайте, друзья. Я буду вот какие глобальные темы, которые на долгий период времени растянуты, я буду создавать через плейлист, окей? Вот. Так что пользуйтесь плейлистами, вещь хорошая. Друзья, ну я был рад вас всех видеть. Если кому-то помогла эта тема и кто-то давно искал, как сделать, и это вам помогло, я буду просто очень рад. Вы молодцы. Старайтесь, пытайтесь, делайте. Всем хорошего строительного сезона. На этом все, друзья. Всем пока.